Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о кленовом листе. То есть продолжать тему листьев. И все вы знаете, это дерево, это лист. И о какой пользе мы сегодня будем говорить о народной медицине и применении клена, листа клена. Я не буду, там можно и о коре говорить, но мы рассматриваем лист клены. И все вы знаете, в школе вы рисовали, собирали гербарий из этого листа. То есть это красивый листочек, видите? И зеленый он бывает, и красивый он бывает на дереве, и цветы, и вот такого цвета. То есть гербарий мы все собирали. Растет он, историю не буду рассказывать, растет он повсеместно, везде, видов тоже много. Но говорить сегодня будем просто о листе и применении кленового листа в народной медицине. Я думаю, что немаловажно, и немногие знают, что лист клена очень помогает от многих заболеваний. И используется как в настойках и так далее. Значит, и так по порядку. Значит, кленовый лист, еще его говорят, это подарок природы. Очень, но мало кто знает этот подарок, как нужно применить его для своего организма. Так что, и так по порядку. Что лечит кленовый лист? Какие перечисления, каких заболеваний он лечит? Далее, как он, для чего, для каких, значит, как применять, я уже говорила, отвары, настойки, примочки. Можно выполнять такие вот операции. С ним манипулировать, с этим кленовым листочком. Очень хорошее применение в народной медицине. У нас, значит, я вам даю такую легенькую информацию. Но если вам нужно узнать более подробную информацию о кленовом листе, вы зайдете в сеть интернет и узнаете, надо ли вам применять этот кленовый лист для своего здоровья. Итак, этот кленовый лист содержит очень много таких веществ, как дубильных, картиноида, такие аскорбиновые кислоты. И помогает с таким заболеванием, как с температурой воспалительными, гнойными ранами, артритом, туберкулезом, даже с желтухой. Вот, это не важно. Но это все вы должны консультироваться с вашим лечащим доктором. Прежде чем какую-то информацию и для себя этот клен применить. Также он еще хорошо лечит, даже в запущенных стадиях формы остеохондроза. Но это вы должны, вот, всю эту информацию, как настойки, сколько, чего и как, я доношу, как бы, до вас информацию. И вот еще такая информация. Вот вы видите, лист зеленый, но лист еще есть и вот багряного цвета. То есть, применять можно лист и тот, и этот. Польза будет практически одинаковая. Вот, чем, значит, полезен лист клена для человека? Мочегонная, жаропонижающая, противоспалительная, обеззараживающая, тонизирующая. Вот вся информация. Витамины группы А, С, дубельновичные, органические кислоты. Вот, пожалуйста, друзья, вот сам красивый-красивый дуб. Вот, так что любой лист или трава, которая под ногами, мы немножко должны на это внимание обращать. Вот, про кору. Это со временем будем разбирать кору, цветочки. Все, все полезно. Блады и так далее. Но мы сейчас говорим о листе. Поэтому я доношу информацию, что и как вы должны применять, то есть прочитать для себя. Дальше, в общем, я говорю про болезни, значит, какие заболевания еще дальше могут быть. При бронхитах острых и хронических, ну, еще артриты перечислила. Даже чахотка, мочеполовая система. Вот. И вот немножечко я коснусь то есть, а как вот тут составчики, они вот пишут нам, как нужно изготавливать, сколько чего и как применять. Вот молодые кленовые листья. Очень мелко, значит, нарезают их, прокручивают через мясорубку или там с блендером можно взбить. Ну, в общем, получается масса. Отжимают через марлю, чтобы все это, весь этот сок вышел. Также готовят, значит, 70, там сколько там получилось, миллиграмм. Прожимают через марлю, чтобы вышел, значит, сок. И все это соединяется с 10 миллиметров, значит, миллилитров, то есть спирта. И применяют по 5-10 капель, как будто для растирки. Но, опять повторяю, вы зайдите в интернет, проконсультируйтесь с вашим лечим доктором, а надо ли вам это. Просто так и нечего, тем более вовнутрь. Для растирания еще можно применить, а вовнутрь это только консультация врача. Все надо консультироваться. Кленовые сиропы можно делать. Все вы знаете, что и продаются кленовые сиропы. Вот, как приготовить, можно самим, пожалуйста, изучите. Вот, чай, пожалуйста, можно потом приготовить из этих этих листьев, как приготовить настойку из листьев клена. Вот, все здесь доступно вам, доступно для вас, для вашего того или иного заболевания. Как лечить суставы, например, кленовым листом. Пожалуйста. Как им нужно лечить, делать компрессы и так далее. Там все даже показано. Делает даже доктор, как укутывает там. Ну, в общем, вот, очень хорошо, видите, лечить суставы. Это немаловажно. Сейчас у нас практически люди очень страдают заболеванием суставов. Поэтому, друзья, я донесла до вас вот такую вот информацию, то есть пользы и вред листа клена. Я считаю, что противопоказания, это, естественно, вред. Это аллергические реакции. Прежде чем начинать что-то, нужно все проверять. С маленьких доз и так далее. Ну, вот, сегодня мы только с вами рассказали о листе, а в будущем будем с вами рассказать о коре того или иного дерева. Пока идем о листе. Так что, спасибо за внимание. Я донесла до вас информацию. Будьте здоровы, берегите себя. И еще раз здоровья, здоровья, здоровья. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Продолжение следует...